Привет! Сегодня я буду фонить, развлекать вас своей болтовнёй, пока идёт этот спидпейнт. Во-первых, мне самой стало надоедать смотреть спидпейнты под музыку. Во-вторых, этот скетч отражает моё настроение в день, когда я его рисовала, о чём я сейчас и расскажу. Хотя сейчас тренд перерисовывать всё в своём стиле, в том числе и мемасы. Но это не этот случай. Сразу сделаю небольшое вступление и обозначу, что диджитал спидпейнты я рисую в самом обычном встроенном Windows Paint 3D. Раньше он был просто Paint 3D. Там есть офигительная функция записать историю изменений или редактирование, ну как-то так. Из этой истории и выходят такие видосы. Мне остаётся только их ускорить и прикрепить музыку или вот меня прикрепить. Конечно, там нет слоёв. Кто рисует диджитал понимает, о чём я, и это удлиняет процесс рисования. Но не делает его невозможным. Ну, не для меня во всяком случае. Мне не лень, мне интересно. Я тут подумала про слои. Вдруг, если они там есть и я их просто плохо искала, вы мне напишите, где они там. Это было бы очень удобно. Итак, к этому бесячему коту. Три дня назад или около того, три, я удалила почти 300 подписчиков из Инстаграма. Произошло это не потому, что я большой специалист в ведении соцсетей. Это потому, что я большой специалист в прокрастинировании. Просто наивысшая степень. Уворачиваться от работы под видом какой-то деятельности. Это прям моё. Я умею, я могу книгу писать. Для примера. Я прошла тест по английскому. Я начала восполнять свои пробелы в знаниях по английскому. Я начала конспектировать книгу, которую купила по теории цвета. Кстати, офигительная. Но тоже не очень срочная работа. Совсем не срочная. Потом мне ещё и попался фильм по теории цвета. Его тоже пришлось конспектировать. В общем, работы было много. А потом мне попался вот этот ролик к поведению соцсетей. И в расход пошли масс фолловеры. Это аккаунты, у которых по несколько тысяч подписок. Вред масс фолловеров в том, что они не следят за своими подписками. Они не собираются следить за ними. Но даже если бы хотели, физически не могли бы это делать. Потому что невозможно проследить за семью тысячами подписок. Чем они портят нашу статистику тех, на кого подписаны. Сам процесс мне понравился. Чувствуешь себя как на охоте или как сыщик. Ищешь среди подписчиков тортики, ноготки. Заглядываешь в аккаунт, а там раз подписок пять тысяч. Отписать. Отлично попался. С другой стороны, я не уверена, что это действительно надо делать. Потому что трудно представить, что в больших аккаунтах кто-то может отследить такое количество этих масс фолловеров. Наверное, все-таки решает контент. Если интересные фотографии, то отклик есть. Если не интересные, то тут ничем не поможешь. Я сделала то, что сделала. Очень устала. И вот по окончании мне вдруг вспомнились вот эти коты из мемасов. Добро пожаловать отсюда. Очень прямо на меня похожи. Так как бы все хотят подписчиков, а я их выкидывала. Я порылась на пинтересте и нашла вот эту кошку. Мне почему-то кажется, это кошка, это не кот. Ну и села рисовать. Это было очень мне по настроению. Вот так получился этот скетч. Спасибо всем досмотревшим до конца. Кстати, напишите мне, отвлекает ли моя болтовня или ок. Будем так продолжать. И по поводу масс фолловеров. Если у вас есть инстаграм, напишите, сколько у вас подписок. У меня 320 примерно в разные периоды. Я периодически от кого-то отписываюсь, на кого-то подписываюсь. Интересы меняются и у меня, и у людей, на которых я подписана. И 320 – это вот реально мой максимум. Ну, может, 350 я еще могу. Даже при этом количестве я еле успеваю смотреть ленту. В основном я смотрю сторисы. Или сторис, как правильно. И уже в сторис я узнаю о том, что у человека вышел пост, и сторис перескакиваю в ленту. А саму ленту я проскролить не успеваю уже. Ну, просто физически. У меня не хватает времени на это терпение. Ну, поэтому мне очень интересно. Напишите свое мнение там в комментариях. Еще раз прощаюсь с вами. До свидания.